и снова здравствуйте всем привет итак решил я попробовать cloud rig мастер ну дюжит так красиво о нем тут рассказывают давайте посмотрим специально установил версию 4 и 2 блендер посмотрим как она работает так вначале я ее открывал и значит у меня какая штука была что ноут короче пишет мы защитили ваш компьютер от непонятной программы попозже все это дело включу и посмотрим высветится это окошко или нет но пока нет да вроде заработала так давайте сейчас попробуем закинуть сюда проект именно с мультфильма так ну давайте вот бандитом да и у меня все вылетает вы видите что с версии 36 здесь значит проблема у меня так погнали дальше значит опять все это дело удаляем ставим файл так давайте иначе файл импорт импортируем сюда значит fbx файл с рабочего стола пацан с мультфильма так вроде бы загрузился вроде бы зашибись да теперь значит добавляем арматура cloud rig мастер синтез по моему с прической женской это ну давайте этого попробуем так выделяем нашего персонажа полностью все это дело значит выбрали делаем привязку всей этой штуки кориджину курсору и значит уменьшаем вот до этого рига но приблизительно дам чисто в качестве эксперимента так теперь нужно это все применить это control а нажимаем и all transformation ну потому что изменили вас значит размер там то сюда все нормально погнали дальше выбираем нашего персонажа в таком варианте я его вставлять не могу мне нужно изменить кости видимость костей так это что у нас виапор дисплей стоит бибон ставим актом ну на кости переключаемся и ставим in front чтобы видеть спереди дальше выбираем риг заходим в edit mode и смотрим что у нас тут получается выбираем значит одну кость опускаем и симметрично прикольно что опускается все по симметрии да как бы это зашибись все нравится мне эта штука симметрия руд кость потом через shift пока отключим отведем кости да ну как подровняем их короче так теперь что у нас получается получается нам нужно теперь вот эту штуку выбрать и опустить пониже также смотрим ну вроде бы шея попала все тут попало да нужно двигать персонажа вперед так ну хотя лицо его совпало так ну как бы так бы да ладно а мы пойдем другим путем посложнее да выберем значит всю эту штуку значит и перекрутим g я приблизительно подставлю значит персонажу мне нужно именно посмотреть как все здесь привяжется как будет выглядеть не столько результат так теперь значит выбираем рек лица подгоняем к нашему персонажу и как бы зашибись туда попал до под моего персонажа почти попал значит что тут еще это значит косточка челюсти опустим дым как тут по подбородку вроде бы все нормально вот выборка вот это мне не нравится это очень много костей очень много косточек тут значит присутствует так вот эта штука это гемор ненужные даем ну как бы я так для себя считаю что это стукенция как бы не нужна это это шиздец ну ладно как бы говорится это поднос это на губу это ну тут это шиздец короче это шиздец выравнивать выставлять все так ладно мягкость рекомендую да там говорят массив все зашибись как бы будет ну давайте тогда по примитиву я пока вот точно не знаю это вот я делаю первый раз вот эту штуку посмотрим что с этим делом получится вот это вот что такое тут какая-то кость боковая это вроде трогать нельзя так это значит выше поднимаем эти косточки опускаем до губы нужно их тут выставлять ну как бы ладно а это что такое ну это а это губы да а это тогда что чёрт его знает ну ладно не суть вопроса пойдет пойдет так теперь выбираем нашего персонажа выбираем кости а я сначала сохранюсь в качестве эксперимента и это значит save all и на рабочий стол ну давайте пусть сохранится чтоб потом если что-то пойдет не так можно было переделать да делаем control пи вяжем к телу он показывает ошибка значит сетки сетку сейчас попробуем так попробуем сетку в edit mode подправить mesh cloud хотя в 36 у меня этой проблемы не было так ну давайте mesh by distance видите все по нолям дальше дегенератов попробуем убираю убрать видите все все по нолям так ладно нажимаем object mode пробуем опять все это дело привязать control пи white automatic widget он показывает материться что сеткой какая-то проблема ладно идем другим путем выбираем эту штуку персонажа заходим вот здесь уже тоже мне не нравится вот эта вот выборка да ладно нормально физика ну как бы сойдет привыкнуть можно давайте decimate и что выбираем выбираем сетку выбираем смотрим чуть-чуть изменим сетку apply и он матюкается модуль кантура короче короче шишки на рыло да ну ладно давайте еще раз apply что тут триангулят так этот применится тоже вот modifier cannot аппликацию а подождите шипки тогда мы удалим кейсы да ладно так идем дальше опять же модификатор опять же файл теперь apply так а ну-ка control z control z раз шипки удалены значит может не будет матюкаться control пи white автоматику и где все равно матюкается значит тогда decimate файл apply ну все применилось и на том как бы спасибо да control пи во сетку мы децимейтнули и децимейтная сетка она как бы все сразу все косяки убирает и все что непонятно значит ликвидирует так ладно дальше что еще можно сделать так ну кости я видите не выставлял чисто так по примитиву ну давайте ладно в качестве эксперимента зайдем еще раз попробуем поправить уже как бы на привязанном персонаже там так отводим в бок так локтю даем понять где у него там чего у него там так ладно ну как бы пойдет опять так есть такое дело опять же значит теперь нужно перевязать потому что кости изменили свое положение матюков нету так теперь нужно выбрать рик и его сгенерировать заходим где он тут находится угу угу клоуд рик находим и делаем рик генерейшн а шиша как у латыша да значит файл открываем предыдущий файл что-то он тут пишет игнор ладно мать тебя ёд так опять же удаляем шибки так смотрим теперь выбираем рик сразу его так генерируем он не хочет генерироваться почему зайдем в пост мод выберем его таргеты рик сингл ага не привязан да ну привязан он тоже генерат генерейшн децимейт а флай контрол пи лайт автоматик виджет так не хочет генерироваться так допустим ладно в пост мод а ну-ка ты в пост мод генерируйся не все таргет рик рик сингл контрол что ты тут вообще пишешь таргеты ну давай копии и переводчик целевая установка рик сингл не может быть генерирована повторно поскольку ее нет в текущем слое просмотра во какая хрень во какая хрень во какая хрень ее нету так ладно а в каком ты должен быть просмотре допустим если файл так это арматура ну давайте клод хуман и сразу его сгенерируем видите сразу он генерируется так если сейчас опять по новой дон сейф что-то тут версия доедит угу так где ты тут шипки и попробуем сразу его сгенерировать все гамми помер да ух ты идите хороший конечно рик рик шелл коллекция ну давайте ладно мета шелл короче вот это все выберем мета шелл кинем в коллекцию и пробуем теперь значит сгенерируется он не хочет так если мы его удалим добавим файл арматура давайте вот этого давайте вот этого добавим и попробуем опять же по новой бибон на на такие кости можно октагонал единица пробуем опять же ну тут видите без лицевого рига так и пробуем значит зайти в эдит мод опять же ну чуть-чуть его попробуем присобачить как-нибудь так фронт какая-то косточка там так 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 тазовую тоже поправляем ну опять же все приблизительно так 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 вот теперь выбираем нашего персонажа цена пи Ну сначала давайте сгенерируем попробуем А вот теперь попробуем их привязать. Ctrl-P. Опять матюкается. Опять ему что-то сетка моя не нравится. Так, генератор децимейтным. И по новой привяжем. Ctrl-P. White автоматик. Выбираем кости. Посмотрим вообще как это всё работает. Это шиздец. Так. Ну сразу давайте попробуем. Вот эту выберем куртку. Привяжем куртку Ctrl-P. White автоматик. Она тоже матюкается. Децимейтным. В ретопологию пускаем как бы в ненужное русло. Ctrl-P. White автомат. Так. Это значит пробуем. Это по-моему будет она. Вот это. Вот это давайте. Ctrl-P. Пусть будет бон. Так. Как бы по барабану пока зубы. Посмотрим. И смотрим. Так. Что тут с управлением? Это как бы кости ориентира, наверное. Угу. Палец не привязался. Палец не привязался. Так. Ну растяжка, да. Так. Это что? Так выбирается? Рука вообще пальцы. А где тут управление вообще? Так. А кость рта? Позвоночник. Так. А как же с этим делом работать? Я его тут и тя... Угу. Ну ладно. Джин. Руд, кость понятная. Вот это что за управленки? Ну, мягкая стопа. Дело хорошее, конечно. Так. Теперь что ещё тут? Стопа. Джин. Ну, нагадаю. Хорошо она работает. Кончик. Нормально. Так. Что это вот это? А, это... Это всё кости ориентира. Чтобы персонаж как бы знал, на что ориентируется, на какую кость, да. Вот это значит колено. И это значит ещё там что-то. И они видите, когда вы начинаете работать ногой. Вот, я поднял, допустим, ногу. Вот она, косточка ориентира колена. Так. Эти кости вообще непонятны откуда. Но они тоже, наверное, для ориентира, как на окурик. Так. Вот непонятно, как видеть персонажа за этими... Ну, это как бы бибоны, да? Так, ладно. Попробуем. Я порт-дисплей. Infront. Текстура. Solid. Бонус. White. Так, зайдём теперь, значит, в Object Mode. И попробуем тут чё-нибудь. Угу. Display. Так, Name. Финджеры. Rig. Cloud. Rig. Бибон. Костей. Inval Man. Так. Ну, так ещё как бы пойдёт, эм. Так, заходим, значит, опять же в Post Mode. Это шиздец. Это, мать её, туда идти. Локтевая вот косточка. Так, вот это у него фикеи, наверное, да? А ну-ка. Так. Это ужас какой-то. Мне вот интересно, а зачем они вот этой хернёй занимаются, а? Ну, растяжение есть. То же самое растяжение можно сделать очень быстро и просто. Так. А ну-ка, давайте по ногам растяжение посмотрим. Ну, мягкий риг, потому что у него стоит, значит, настройка на растяжение. И поэтому всё так выглядит. Если делать какие-то анимации, вот эти косточки, вообще маленькие, они очень будут неудобно. Очень будет неудобно их искать. Особенно если рука будет где-нибудь, допустим, вот здесь. Вот так. И вот уже получается здесь какая-то затёрка, да? Это ужас, да? Представляю, что будет с лицевой анимацией, когда ещё её тут настроить. Тут будет едить твоё столько хлама, что это дело просто будет очень ужасно выглядеть. Так, ну, вот такая штука. Посмотрел, значит, мне не понравилось. Решать вам. Опять же, версия 4.2 у меня работает нехорошо. Вылетает. Нет каких-то, значит, что-то она, значит, конючит. А ну-ка, попробуем ещё вот так вот, да? Так. Alt-G, Alt-R. Ну, благо, что ставится. Так, ну и всё это дело давайте попробуем. Вот, я, опа, нажал и у меня вылет. Это шездец, короче. Просто хотел включить текстуры. И получается что-то... И получается, ну-ка. Если вот этот рик, так, вот, он привязан, да? Так, а ну-ка. Пробуем по-новому его сгенерировать. Не, уже показывает таргеты, не таргеты. Или косяк именно вот с этим ригом. Сейчас покажу. Вот именно с синтел вот этот. Потому что клоуд работает. Ну, здесь какие-то детали можно добавлять, допустим. А им... Пан, тв, ну, допустим. Раз, я там что-то добавил, да? Вот оно. Стукенцы вот это. А ну-ка, джи. Как бы позвоночник можно собирать самому, наверное, какого-то персонажа из этих деталей. А ну-ка, альт... Так, альт-пи... Клэрт, альт-пи гиптрансформ. И всё. Чё-то с этим, значит, ригом не то. Если сейчас добавим... А ну-ка, давайте ещё в качестве эксперимента добавим арматуру. Так, ещё раз его добавим. И не будем привязывать, а сразу сгенерируем. Он сразу не хочет генерироваться. Так. А если добавляем вот этот... Ну, как бы с этим всё, пожалуйста. Вот такая штукенца. Так, вот так я его попробовал. Значит, версия 4.2 мне не подходит. Я буду также дальше сидеть на 3.6. Ну, может быть, ещё на 4... На версии четвёрки. Но в основном на 3.6, на 3.9 меня устраивает. Всё. Дальше, как бы, то, что предлагает блендер. У меня ноутбук или глюка поймает, или что-то с ним может произойти. Так. Буду пользоваться лучше тогда, значит, ригом или Миксамовским, или своими ригами, или хотя бы Акурик. Вот. Те старые, значит, вот эти установки более подходят, чем вот это. Только что в ней мягкости. Короче, я не впечатлён. Всё. Всем пока. До свидания.